Первых воспитанников детский сад Юнга принял в 1981 году. В этих постройках, именуемых верандами, растет уже второе поколение жителей микрорайона Донской. Ничего не изменилось за 35 лет и в самом здании. Те же окна в деревянных рамах с красивыми, но устаревшими витражами, покосившиеся от времени полы. Но уже к первому марта здесь будет все иначе, обещают строители. Муниципальные и краевые бюджеты выделяют деньги на обеспечение налогов, коммунальные услуги, заработную плату педагогов. Не всегда хватает на ремонтные работы и по поручению нашего мэра Анатолия Николаевича социально ответственные шефы подключаются к работе. У нас было в общей сложности отремонтировано около 43 образовательных организаций с помощью шефов. Сначала их было 35, потом 36 и вот мы дошли до 43. Причем это очень ощутимая помощь. Фасады, кровли, отмостка, асфальтирование, замена окон. Спасибо большое. 43 образовательным учреждением, которое в этом году под свою опеку взяли местные шефы, и стал 110 детский сад. Здесь к первому дню весны строители полностью отремонтируют фасад, кровлю над хозяйственным блоком, заменят 47 окон, обновят два перехода внутри здания, медкабинеты и пищеблок, из-за ремонта которого садик временно придется закрыть. Чтобы не создавать проблемы родителям, ремонтные работы будут проведены в новогодние праздники, но получается недельку мы все равно захватим. Кто-то, может быть, будет дальше отдыхать. У кого не получается, значит, детки будут распределены по детским садам нашего микрорайона. Это на время ремонта пищеблока. Большое спасибо Анатолию Николаевичу, который нашел нам таких замечательных шефов. Мне кажется, что вот с их помощью у нас детский сад заиграет новыми красками. Сегодня в Юнге 400 воспитанников. Родители каждого из них такому новогоднему подарку безмерно рады и готовы оказать детсаду посильную помощь с уборкой или той же покраской. Мы очень все рады и очень благодарны, что есть такие люди, которые готовы помочь нам, нашим деткам. В чистом, уютном помещении будут находиться, конечно, это самое главное, наверное, для любого родителя. Так что спасибо, мы очень рады. Подготовка ко второму рождению не мешает Юнге жить в привычном режиме. В сценарии к новогодним утренникам написаны, как и письма Деду Морозу. Установлен во дворе и почтовый ящик для пожеланий. Теперь ребята просят у волшебника не новые террасы для игр, а сами игрушки. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.